Здравствуйте! С вами снова Наталья Некрасова. Сегодня мы с вами будем вязать образец ажурный полуфанг. Этот вид вязки совмещает в себе ажур и фанговый рисунок. Самое сложное в нем правильно убрать иголки в определенной последовательности. Для работы нам понадобится одноигольный декер, линейка 2 к 1, 2 через 1. Начинаем убирать петельки. Две иголки мы не трогаем, они и для сшивания изделия. Убираем с третьей краю. Через одну, одна игла в работе, через одну убираем петлю к другому краю. Оставляем в работе три иголки, убираем петельку с четвертой. Через одну, через три. Через одну, через три. Через одну, через три, на четвертую. Запутать это сложно, никаких секретов нет. В принципе, убирать можно петлю в любую сторону, какая вам удобна. Ставим все назад, убираем. Петли, которые у нас находятся в заднем нерабочем положении, так там и остаются до конца работы. Мы их не трогаем. Проверяем язычки, провязываем два ряда. Приверяем. Один, три, один, три, один, три. Все правильно. Теперь берем нашу линейку два к одному и выдвигаем в переднее нерабочее положение иголки, которая была одна, выдвигаем ее и по ней весь ряд. Получается, что у нас не работает игла, которая сама по себе стоит, и средняя в трех рабочих. Получается, что мы ее сейчас будем вязать на очень малом количестве петель. Так, крайнюю мы не трогаем. Четыре ряда. Возвращаем иголки назад. Смотрим за язычками. Два ряда. Двигаем иглу обратно. Собственно, это и весь рисунок. Никакой сложности он не представляет, зато выглядит очень эффектно. Четыре ряда. Назад. Два ряда. Четыре ряда. Два ряда. Два ряда. Два ряда. Два ряда. Два ряда. Мы еще немножко проверим, потом сделаем еще один интересный вариант. Два ряда. Два ряда. Два ряда. Два ряда. Два р Forestry. Два ряда. Два ряда. Два ряда. даже с изнанки видит красиво. Поэтому вот с такой кофточки вас точно не пропустят, ее заметят все. Теперь мы делаем отделку, попробуем отделочную нить вести, как в фангах. Посмотрим, что получится. Берем отделочную нить, 4 ряда. Два ряда основной, 4 отделки. Два основной, 4 отделочные. Два основной, 4 отделочные. Пряжу надо брать тонкую, либо вязать очень рыхлую, иначе вы не провязываете 4 накида на одной иголке. Тажурная вязка подходит для летних кофточек, для праздничной какой-то одежды, подождаем. Будет очень красиво, например, детский сарафанчик для девочки связать. Вот так вот. Так, ну еще разик. Так, ну еще разик. Не будем надевать из протяжек. Петли провяжем, просто поставим их в работу. Проверяем рючки. Провязываем несколько рядов основной нитью и закрываем. Такие рисунки вы даже можете сочинять сами. рапорты. Но если вам понравился именно этот рисунок, заходите ко мне на сайт «Изба вязалина», там вы увидите рапорт и посмотрите еще раз урок. Также много интересных материалов найдете по машинному вязанию. Я думаю, что вам понравилось, потому что у меня очень много таких интересных образцов, которых я ни у кого не встречала. Заходите, буду делиться с вами. Сейчас закончим и посмотрим. Я очень люблю быстрые образцы. Кажется, что это очень долго и сложно вязалось. На самом деле, вы видите, как все просто и эффектно. Смотрим, что у нас вышло. Продолжение следует... Продолжение следует...